Я вам расскажу о кейсе, который мы организовывали вместе с Катей, вместе с Ритой Старцевой, Рита, прости, которую вы видели здесь сегодня, с Машей Зизиной и с Варварой Ромашкиной. Возможно, вы побывали на ее мастер-классе. Кто побывал на мастер-классе по русскому жестовому языку? А давайте теперь вот так сделайте. Вы же теперь умеете на русском жестовом языке даже супер. Это аплодисменты. Расскажу вам про наш кейс ВК-феста. Почему здесь так громко и пафосно написано «крупнейший опен-эйр страны»? Нужно потом после делать вот так вот. Потому что у меня есть пруфы. Во-первых, ВК-фест проходил в этом году. Он проходит уже много-много лет, но в этом году он проходил в пяти городах. В Владивосток, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи на площадке «Сириус» и в Москве. В трех из этих городов, Владивостоке, Новосибирске и в Сочи, это было мероприятие в один день. В остальных, в Петербурге и в Москве, тусовка шла два дня. Ну то есть очень часто создается впечатление, что ну ВК-фест, все потусили, отлично, денечек, классно. На самом деле масштаб огромный. И то, почему я сейчас так детально рассказываю, причина в том, что очень многие наши решения были приняты, исходя из вот этого гигантского масштаба. То есть это сериал, который идет с начала июня по середину июля, каждые выходные. У нас было 175 артистов. И, собственно, именно благодаря этому числу, это крупнейший опенейр страны, потому что он даже вошел в Книгу рекордов России в этом году, около 200 тысяч гостей. И до шести сцен в каждом из, ну вот, например, в Санкт-Петербурге и в Москве было до шести сцен. Классически главная сцена синяя, белая, фиолетовая, сцена блогеров, сцена косплея. В Петербурге была сцена Радио Рекорд и синяя кобровая дорожка в Москве. И представляете, это еще не все. Еще одна фактически сцена — это большой лекторий. Такое пространство, где поговорить можно. Дискуссии, лекции, выступления. Наверное, без песен. Честно, ни одной песни там не слышала. Если кто-то слышал, поправьте меня. И помимо вот этой тусовки есть еще тематические зоны. Их больше трехсот. Причем это очень-очень разные пространства, которые застроены и командами ВК разными совершенно продуктами. ВК-музыка, клипы, знакомства. Очень-очень-очень много разных продуктов. Но там же есть застройка от наших партнеров, ну, фактически коммерческих. Газпром, Синерджетик. Забыла кого-то классного, который у меня тоже был в примере. Но представьте себе кого-то очень клевого. Вот они, скорее всего, у нас были. А, девелопер-самолет. Вот, очень классные ребята. И вот эту всю историю мы реализовывали во всех пяти городах. Что очень важно сказать, что повышение доступности фестиваля – это не такая, знаете, одноразовая акция. Разочек, пришли, перевели на русский жестовый язык, закончили упражнение. Нет. Вся фишка в том, и почему, собственно, сегодняшняя конференция происходит, это что с прошлого года в социальной стратегии ВК встроена цифровая доступность. То есть мы этой темой занимаемся на постоянной основе. Обречены на успех. Обречены на успех. Надо было так назвать, наверное, мое выступление. И помимо того, что мы встраиваем доступность, инклюзию, мы также встраиваем другие направления социальной стратегии – благотворительность, экологию, здоровье, чекапы и так далее. Что конкретно делали для повышения доступности? Наша классическая история, да, вот мы традиционно протягиваем из других, из прошлогодних мероприятий самые лучшие практики. Например, наши билеты для гостей с инвалидностью первой и второй группы. Что добавили в этом году? Плюс один билет для сопровождающего. Дальше скажу, почему это очень круто и было правильно сделано. Мы сами даже вначале не понимали, насколько это правильное решение. Мы брифовали команду о том, как корректно, правильно общаться с гостями с инвалидностью, не бояться, не так не обходить стороной или не причинять добро, что очень иногда хочется сделать, когда у тебя нет опыта. А давайте я вас сейчас туда отведу. Мне туда не надо. Да нет, я вас отведу. Вот таких вещей, чтобы у нас не происходило. Сайт фестиваля мы адаптировали для наших незрячих пользователей. Места проведения сделали доступными для гостей на инвалидных колясках, для незрячих и слабовидящих гостей. Про это будет отдельная история. Накануне события провели тест-драйв. Уже несколько спикеров здесь говорили о принципе ничего для нас без нас. И откровенно говоря, этот подход серьезно сокращает количество ваших ошибок, когда вы что-то делаете. Вы не додумываете за человека, а что ему нужно. Напрямую вам пользователи, коллеги об этом говорят. В идеале коллеги, потому что тогда у вас не будет необходимости что-то допридумывать. Вы сами в команде это создаете. Ну и для людей с ограничениями по слуху, впервые перевели видеотрансляцию ВК-феста на русский жестовый язык. Правда, Катя? За два месяца до мероприятия что мы сделали? Здесь реально прям такой чек-лист. Мы изучили снипы. Снипы это правила, рекомендации, вообще как правильно застраивать пространство, чтобы оно было удобно для максимального количества гостей. Собрали экспертизу от гостей прошлых лет. Почему это было важно и почему это было классно? Да потому что нас уже на протяжении многих лет посещают очень разные гости. Ну и, елки-палки, кто, если не они, смогут ответить на вопрос, а чего они хотят? Собрали экспертизу, причем от ребят на разных инвалидных колясках. Представляете, уважаемые двуногие наши гости, коляски инвалидные бывают разных форматов. И о чем же думала я полгода назад? Наверное, вот эти, которые электрические инвалидные коляски, это такой всех проходимый танк, очень крутой, такой дорогой, как супердорогущий автомобиль. И как же я была не права. На самом деле, хочешь непроходимый танк, гораздо лучше это сделать на механической коляске. И вот, соответственно, нужно учитывать разные модели. Нашли двух-трех волонтеров в каждом из городов проведения фестиваля. Фишка в том, что некоторые вещи вы можете предусмотреть заранее и подложить соломку уже за несколько месяцев. И мы попросили фотки. Вот из тех парков, где будут мероприятия, вышлите нам фотки с самыми опасными местами, на ваш взгляд. В итоге составили список требований к команде застройки, проставили вот эти теги must have, nice to have. Ну, типа, вот без этого точно мы не проведем мероприятие. А это такая классная штука. Но если денег не хватит, ну что ж, в следующий раз. И фотопримеры были, конечно, большим подспорьем. С прошлых лет мы поискали в интернете. Там столько фотографий из застройки прошлых лет. И есть вот эти примеры. Пэ-бэп, не надо так делать. И есть наоборот, хорошие варианты. Вот, коллеги к нам вернулись с фидбэком, все осметили, сказали, что сделать вообще возможно, что нет. И очень приятная новость. Если ты хочешь построить город-сад, а в случае с любым фестивалем это практически, ты с нуля все строишь, тебе вообще нет разницы в деньгах, тебе строить ступеньки или пандус. И в итоге очень многие вещи мы фактически сделали за те же самые деньги, просто, представляете, включив мозг и спросив людей. Я понимаю, что это сейчас звучит, такие типа, ну, конечно, понятно. Но дальше вы поймете, почему не конечно и непонятно. Ну, в общем, у нас за месяц до мероприятия уже был четкое ТЗ. Так, в Новосибирске делаем так, в Петербурге делаем так. Вот наш маст. Пандусы, которыми удобно пользоваться. Удобно подчеркнуто. Могу еще выделить жирненьким, подсветить, поставить какой-нибудь вот такой указатель, потому что, я думаю, по запросу ужасный пандус вы найдете в интернете просто миллиард наборов. Вот, например, 45 градусов, мои любимые, или с въездом в куст. Ну, в общем, их огромное количество. Для того, чтобы понять, удобно или нет, ну, во-первых, есть те самые снипы, вот эти вот страшные аббревиатура. Это раз. Два. У нас было тестирование. Оно идет нижним пунктом. Я надеюсь, вы здесь увидите у меня. Санитарные зоны для гостей с инвалидностью всегда у нас были обустроены и в прошлые годы. Но мы, опять же, из года в год понимаем одну и ту же штуку. Для гостей с инвалидностью особенно важна, ну, простите, пожалуйста, за подробности, но чистота в туалетах. И для этого нужно поставить охранника, чтобы он пускал людей с инвалидностью в конкретный туалет, потому что эту чистоту важно поддерживать. Подиумы перед сценами для гостей с инвалидностью. Что это такое? Это примерно такое же возвышение, на котором я сейчас стою. Не очень высокое. Рядом с вип-зоной. Туда, где вот, типа, здесь ребята заплатили очень много денег, а здесь я тусуюсь, потому что мне можно. Человек на инвалидной коляске, ровно точно так, как сейчас у нас многие гости сидят на стульчиках. Вот представьте, если перед вами встанет человек, что вы увидите? Красивый тыл, так и хочется сказать. Так вот, чтобы такой ситуации не было, а все мероприятие нацелено на то, чтобы как можно больше людей пришли, и ты при всем желании не увидишь Клаву Коку, не увидишь Гаязов Брадерс. А, видимо, из-за них же ты, ты же хотел про Малиновую Ладу послушать. И, собственно, для наших гостей на инвалидных колясках мы построили вот такой вот подиум. Мы уже в первом городе, уже во Владивостоке. Я прям вижу скрин, как пишет Костя Сидорков. Костя Сидорков – это, собственно, руководитель всего, владыка ВК-феста. И он пишет в общий чат с организаторами. Ребята, я уже устал отгонять людей без инвалидности. С подиума, пожалуйста, давайте поставим охранника. Потому что у нас точно есть гости на инвалидных колясках, им просто нет там места. Ну, потому что елки-полки действительно гораздо приятнее на высоте Ольгу Бузову смотреть, а не там, где мы все остальные. И действительно очень быстро сообразили ребята прямо на месте, такие пш-паум, поставили специальную охрану, которая пускал именно гостей с инвалидностью. И причем не только на инвалидных колясках. Давайте я сразу вам сейчас об этом скажу. Но и гостей, например, незрячих, например, слабовидящих. Игорь Кипчатов из «Перспективы» мне сейчас говорит, да-да-да, нас всех туда. Почему? Да потому что, ну, например, для человека слабовидящего или незрячего очень опасно находиться в большом количестве людей, которые пляшут, тебя толкнут, и ты просто дезориентируешься, тебе дискомфортно, ты не поймешь, а сейчас что-то происходит опасное, а еще шум, да, поют все, прыгают, танцуют. И это вопрос скорее безопасности. Поэтому если раньше, ну, вот мне, например, как организатору казалось, ну, простите меня, пожалуйста, ребят, ну, сейчас будет очень некрасивая фраза, ну, не всегда же незрячему человеку важно прям быть там, на подиуме, чтобы ты видел. Блин, это важно для безопасности. И мы для себя это поняли. Бесплатный билет для одного сопровождающего почему оказался очень важен? Потому что очень сложно соориентироваться в пространстве, в котором изменена навигация. Я, как молодая мать, очень хорошо знаю парк Горького. Просто вот в хвост и в гриву. Но когда у вас застройка идет на большом мероприятии, ставятся какие-то заграждения, как-то навигация изменяется, потому что вот эти люди, вот эти организаторы, они реально умные. Они там все продумали, чтобы вот так вот толпа идет сюда, потом обратно, тра-та-та. А ты вот видишь, простите, туалетную комнату, но если раньше ты мог дойти к ней через две минуты, сейчас тебе нужно обходить что-то куда-то далеко. И человеку, например, слабовидящему очень сложно соориентироваться. И вот здесь помощь будет очень нужна. И для вас, как для организаторов, реально дешевле предложить плюс один бесплатный билет, чтобы человеку помогал его товарищ, друг и так далее. Они веселились, они кайфовали. А у вас не работали дополнительные сотрудники, вы не платили им деньги, волонтеров не брифовали. Все равно это все стоит дополнительных средств. Сидячие места для сопровождающих на подиуме. Скажем так, во-первых, если вы будете, ну, например, человек на инвалидной коляске и пришел сопровождающим, и вам же хочется все вместе тусить, вам же хочется петь малиновую ладу, и вы малиновую ладу примерно вот так вот со своим сопровождающим поете. Примерно через минут пять у человека просто срывается спина, ему очень тяжело. Это раз. Два. Если к вам пришли очень много гостей на инвалидных колясках, а это ваша цель в том числе, они начинают выстраиваться в ряд, и сопровождающий, который не сидит, что? Опять демонстрирует свой красивый тыл. Посадите человека, аккуратненько усадите его на удобную лавку, стульчик и так далее. Волонтеры помогали как раз нас сориентироваться на площадке, проводили первичное знакомство с площадкой, опять же, где есть самые важные стратегические объекты. Третья шутка про туалет, стратегический объект. И тестирование за сутки до мероприятия. Это значит, что сколько бы брифов вы не писали, ТЗ и так далее, все равно человек, который не понимает, а как именно навигируется незрячий, как именно на инвалидной коляске передвигается человек, он не сможет вам сказать, удобный это пандус или нет. А вот здесь вот этот, знаете, вот такие заграждения тоже бывают. Блин, я пытаюсь объяснить. В общем, ты сидишь, и у тебя вот это заграждение, прямо вот ты в него смотришь. Не в Клаву Коку смотришь, не на танцы красивые, а она там как русалка. Ух! Вот, собственно, это наши прекрасные волонтеры тестировали. Вот видите, ну вот не все же понятно. А, и в день мероприятия в итоге вы как бы в кайфах, потому что к вам пришли люди счастливые, люди довольные, потому что коллеги ваши протестировали. Они сказали, что нужно сделать заранее. И знаете, кстати, еще один классный момент. Почему важно тестировать за сутки? Не раньше и не позже. Потому что раньше застройки еще не было, а позже у вас застройщики еще уже ничего не успеют сделать. Поэтому за сутки ровно. Вот такие у нас счастливые были. Ребята. Ох, любо дорого смотреть. Для гостей с нарушением зрения повысили невизуальную доступность в экофеста. Причем прошли все сценарии, в том числе покупка билетов. Не у нас находится, не на нашем сайте покупка билетов, а на шоу GoGo. Кстати, на тот момент, по крайней мере летом и весной, там были достаточно доступные сценарии. Поэтому если вдруг вам важна невизуальная доступность, шоу GoGo, кайф. Обеспечили доступ на подиум, учли возможность доп. билета для сопровождающего и для больших площадок еще больше добавили волонтеров. Обратили внимание, какое количество волонтеров у нас сегодня на мероприятии? Можете поблагодарить наших волонтеров и поаплодировать им? Спасибо вам, ребята. Во многом вас настолько много здесь, потому что мы учли наши ошибки прошлых мероприятий. Ой, а кто же это? Кажется, это Катя Кононенко. Мне особенно приятно отметить, что все переводчицы, с которыми мы работали на переводе ВК-феста, сегодня работают с нами. Спасибо вам огромное. Что важно сделать при учете перевода? Во-первых, мы довольно быстро поняли, что мы не справимся, ну, скажем так, классическими теми переводчиками, которых мы знали, потому что важны были артистизм, чувство ритма. Я сейчас даже помимо основных вещей, того, что человек должен очень хорошо владеть русским жестовым языком. Нашли классные референсы. В интернетах есть офигенные ребята, которые переводят именно песни. Мы поняли, что нам к ним. Кто эти ребята? Это театр не до слов, театр неслышащих актеров. И уже на первой нашей встрече с директором Сергеем Бидным мы поняли, и Сережа нам очень четко это донес, что с неслышащими или слабослышащими переводчиками нам в прямой трансляции будет работать ну просто невозможно. Потому что что? И сейчас девушки-переводчицы начнут кивать вот так головой. Было очень много неожиданностей. Это прямой эфир. Артист захотел спеть другую песню внезапно. Абастер захотел «Темную ночь» спеть. Не его песня, но красиво спел. И кто-то из девчонок такие, «Ладно, сейчас «Темная ночь» пойдет». Очень быстро ориентировались. И сейчас будет еще один важный момент. Когда мы тоже готовились к переводу, Сергей очень четко сказал, говорит, ты пойми, что у творческого произведения, особенно у песни, есть подтекст, двойное дно. Ну, Салтыков-Щедрин, Толстой, Пушкин, в конце-то концов, наше все. Я говорю, да, Бузова, Инстасамка, Гаязов Брадерс, двойное дно. Вот. Я очень недооценила дны наших артистов. И мне кажется, это намек на то, что я задерживаю. Да. Очень долго придумывали реализацию. У нас была сложная трансляция. Это был один день в Москве, прошу прощения, два дня в Москве, где мы собирали такое, знаете, лоскутное одеяло из контента, какие-то фрагменты из Владивостока, какие-то из Новосибирска и Сочи. То есть такого, чтобы мы встали и погнали, такого не было. Девушки учили огромное количество песен, около сотни произведений заранее. У нас работал постоянный телесуфлер. Это значит, что у тебя в ПТС сидела девчонка, которая очень быстро находила текст песни и очень быстро вставляла его в телесуфлер, потому что если что-то вдруг идет не так, тебе нужно быстро понять текст этой песни. Вот тот угол сейчас просто порвется от смеха, потому что у них... Как это? Вьетнамские флешбеки. Да, потому что это все правда было. Вот. Коллеги смеются, для тех, кто не слышит нас в трансляции. Вот. И работали, правда, с одними из лучших переводчиц в России. Огромный поклон вам. В дни трансляции очень сильно ускорялись. У нас были волонтеры, мы работали в какафонии. И спасибо, что у нас были прям хорошие энейры. Девчонки, несмотря на то, что у тебя рядом три сцены, все поют, я прям помню этот момент, когда у нас в одной стороне Киркоров распевается, а в другой Маргарита переводит «Пошлю его на небо за звездочкой». Это было просто уморительно, очень круто. Я, конечно же, это единственные артисты, наверное, на всем фестивале, которых знали мои родители, поэтому я такая, «Мама, я ни фигней страдаю, смотри, я делаю реальную работу, эти люди существуют». И, конечно, комментарии из чата нас очень сильно поддерживали. Приятно, что трансляцию смотрели не только люди с нарушениями слуха, но и, вернее, даже так, не то, что приятно, мы круто, что для себя это отметили, смотрели трансляцию очень многие. Но вот посмотрите, как возможно не наслаждаться переводчицами русского жестового языка, такими, как Катя, например. Очень же красиво. И еще один важный момент, помимо того, что это был высокий уровень артистизма, драйва, быстрой реакции ко всему прочему, это еще очень высокое качество перевода. Вот нам, здесь сидящим, у кого все в порядке со слухом, слава богу, кажется, что, ой, девчонки так мило что-то показывают, такие хорошенькие. На самом деле это речь, это язык. И если показать как-то иначе, это будет другое слово, это будет другой смысл. И вот это было очень важно и очень-очень здорово, что высокое качество перевода отмечали еще и наши зрители. Вот. Примерно вот так, смотрите, это выглядело в нашей трансляции, а вот так, смотрите, выглядит это сейчас. Было бы, конечно, очень смешно, если бы здесь Рита так была и сяк. Вот наши результаты. Это количество просмотров трансляции, 8,6 миллионов. Количество гостей с инвалидностью на фестивале около 800. И потенциальный охват анонса о повышении доступности фестиваля, по данным медиалогии, 26,4 миллиона. Результаты, на мой взгляд, отличные. На взгляд наших организаторов фестиваля тоже. Поэтому рецидиву быть, мне кажется. Я затянула. Слушайте, ребят, я пыталась три раза сделать это короче, но, блин. Но я надеюсь, что все не зря. Спасибо. Спасибо. Спасибо.